Всем привет! Меня зовут Напольская Ксения, я преподаватель биологии. И сегодня мы продолжаем с вами разговор про ткани растений. Итак, давайте сначала вспомним, какие у нас ткани растений бывают. Образовательные милистемы и покровные ткани, про них у нас было два видео, можно найти на канале. Механические ткани, а это опорная функция, основные ткани паренхемы, выделительные и проводящие. Сегодня мы с вами будем разговаривать про механические ткани. Механические ткани нужны для поддержания прочности. Механические ткани очень часто у нас сопровождают проводящие пучки и вместе с проводящими пучками, то есть с проводящими тканями, выполняют опорную функцию. Они у нас располагаются в стебле, в порне и, конечно же, сопровождают проводящие пучки, о чем я уже говорила. Они придают прочность органам растениям и противостоят разрыву, излому, образуют каркас и поддерживают органы растения. Это очень важная функция. Механические ткани у нас подразделяют на коленхему и на склеренхему. Коленхема – это живые клетки и стетки неравномерно утолщены. Сейчас мы отдельно посмотрим, какие виды у нас бывают коленхемы. И они находятся у нас в растущих стеблях, в черешках и в листьях двудольных растений. Склеренхема – это мертвые клетки. Клетки равномерно утолщены, то есть там оболочка уже сильно-сильно утолщается и выполняют исключительно механическую функцию, потому что это клетки мертвые. И склеренхема у нас делится на волокна и на склериды. Сейчас тоже подробнее посмотрим, как у нас выглядят волокна и как выглядят склериды. Вообще, на самом деле, если говорить честно, в ЕГЭ очень редко встречается именно классификация механических тканей, чтобы вас спросили, например, про строение растительного волокна. Или там, не знаю, спросили, что такое склериды. Я такого не видела уже на самом деле давно. Поэтому это скорее такая информация сверх ЕГЭ. Для ЕГЭ вы должны знать, что есть механические ткани, что есть коленхема, есть склеренхема, кто живой, кто мертвый, и должны знать, какую функцию выполнять механическая ткань. В принципе, все. Но давайте все-таки немножечко поговорим, раз уж начать. То есть коленхема – это живые клетки. И посмотрите, у нас бывает уголковая коленхема, когда утолщение идет по уголочкам. Вот, посмотрите, здесь идет по уголочкам. Это обычно у нас в листочках, в черешках. То есть вот это утолщение дает дополнительную прочность. Пластинчатая коленхема тоже, посмотрите, идет утолщение в виде пластиночек, вот прям по клеточкам, по клеточкам. И рыхлая коленхема. Рыхлая коленхема, да, здесь у нас идет утолщение вот по таким вот оболочкам, вот здесь вот тоже, вот такими вот вещами. То есть, опять же, я не видела, чтобы вас спрашивали про виды коленхемы в ЕГЭ. Это скорее информация сверх нормы. Склеренхема, да, это мертвые клетки, которые утолщены равномерно. И у нас она разделяется на волокна, на волокна и на склериды. Волокна, посмотрите, растительные волокна, ну, например, в стебле, да, вот волокна в стеблях конопли извлекают и используют для ткани, да, для того, чтобы сделать конопляные канаты, очень прочные, очень классные. Посмотрите, как это выглядит. То есть у нас идет равномерное утолщение стенок, это у нас поперечный разрез, а вот продольный разрез. А в продольном разрезе они выглядят вот таким вот образом, да. Тут мы видим, что есть поры, и они образуют такие вот плотные-плотные волокна, которые придают дополнительную прочность. Как правило, волокна склеренхемы есть в стеблях, да. И склериды. Склериды, ой, слушайте, вспомните грушу, кушайте грушу, и на языке там такие вот какие-то вот крупиночки. Это склериды, такие вот как будто камушки, да, которые дополняют дополнительные прочности. Вот полностью практически заполнены, утолщены, могут содержать какие-то включения кремнезиома и чего-нибудь такого еще, и образуют вот такие вот крупиночки, которые дают дополнительные прочности. Итак, склеренхемы у нас подразделяются на волокна и на склериды. Вот, в принципе, и все. Но, опять же, я говорю, что про механическую ткань в ЕГЭ встречается достаточно редко, но все-таки, но все-таки. Поэтому, если было полезно, понятно, подписывайся на канал, здесь будет много классных, интересных видео, а за добавкой приходи на курс. Именно там у нас системная, комплексная, качественная подготовка. Биофак – это самый полный курс по биологии для подготовки к ЕГЭ из всех, которые есть сейчас. Так что я жду тебя на моем курсе.